Взял Кирсова и все, кто смотрит меня. Прошло ровно две недели, как прошли выборы, которые не считаются состоявшись. За эти две недели собралось очень много негативной информации от премара Сергея, бывшего, и еще его помощников, скажем так. Выхожу, потому что знаю, что кто-то считает, что я выбрал с гонки, потому что где-то занимаюсь личными делами и никак не агитирую. Кто-то считает, что я передам автоматически свои голоса все Николобло, Ивану. Это не так. Я хочу сказать, что я в гонке, просто не вижу смысла слишком много агитировать, потому что люди и так понимают, кто есть кто, видят у кого как горит, скажем, одно место от того, что нужно в любом способе выиграть выборы. Поэтому у меня этой ситуации нет. Я открыто заявляю, что выхожу, баллотируюсь, потому что вижу, что нашему Кирсову нужны изменения. На сегодняшний день, после несостоящихся выборов, мне не раз подходили представители Шора и предлагали мне огромную сумму денег, чтобы я взял эту сумму денег, чтобы я автоматически поставил Сергея заместителем, зампримара. Я на эти сделки не пошел, это было трижды. Я могу это подтвердить, у меня это все имеется в телефоне, поэтому здесь никакой уже нет. Я от этого всего отказался. Прошло почти полторы недели, то есть полторы недели прошло, и таким образом дальше на эту сделку каким-то образом согласилась Анна Хохлова, которая давала обещание, что все, я иду отдельно. И поэтому, кто ей верит, тот молодец. Я лично изначально ей не верю, потому что вижу, что она в этой роли, она как черная лошадка, которая до конца не раскрыла, не объяснила людям, что она делает, с кем она, кого она поддерживает. Потому что все мне известно, поэтому я сегодня и вышел с таким заявлением. Еще хочу также сказать, что по выборам заявления, написанные мной в день выборов на Сергея Дмитриевича, это вы прекрасно видели в прямом эфире, что происходило. Ни одного лишнего слова я там не написал. Все по существу. Он объяснил, что есть на то причины, останавливает людей, кому-то угрожал, скажем так, выгонит с работы. Учителя с детских садов также не вышли, потому что понимают, какая проблема их будет жрать впереди. Тот, кто вышел, молодец. Тот, кто поддержал, молодец. Но есть многие, которые просто не поддержали, посчитали нужным, что... В общем, многих устраивает такая жизнь. Также бабушки, которые за определенную сумму денег сегодня суетятся, чтобы помочь Сергею Дмитриевичу выйти в должность уже не примара, а зампримара. Очень жаль, конечно, что вы не видите все с той стороны, с которой должно видеться. плохо, что сегодня можно будет с деньгами решить этот вопрос. Я лично против этого. Также хочу сказать вам, что на сегодняшний день осталось ровно два дня до выборов. Слухов очень много. Никому не верьте. Примите, пожалуйста, решение такое, которое вы считаете нужным. Вы сами видите, что происходило 16 лет. Я назвал эту ситуацию так. Это 16-летняя пирамида из кирсовских бизнесменов, которые уже настолько друг за друга держатся, потому что они все, огромное количество их в одной общей жопе, так назову, потому что, извините, конечно, за выражение, но оно так, которые каждый вынужден бегать, потому что завтра, послезавтра, если Сергей не станет заместителем, советники кое-какие не пройдут, тогда все карты раскроются, и вы сами прекрасно увидите, что будет происходить на тот момент. Сегодня я иду как независимый и не вижу смысла с кем-то объединяться, потому что в моей программе и так видно, чем я планирую заниматься, что я хотел бы сделать для села. Поэтому выбор за вами. Не верьте, если вам уже передали тот конверт с деньгами, который сегодня принимает он с Камрата и потом определенно раздает, на это тоже есть информация, поэтому это все подтверждено. Если у кого-то есть вопросы, вы можете лично набрать, и я вам в своем телефоне покажу, что сегодня происходит. Это не придумано, это есть на то доказательство. Всем спасибо. Принимайте решение такое, которое исправит ситуацию в селе, чтобы наши, по крайней мере, дети намного лучше жили, чем на сегодняшний день живем мы.